что касается центрального острова они входят на центральный остров значит там редкие выстрелы там люди в трусах и и и самое главное непонятно вообще где 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 все то есть вы увидим какие-то какие-то несколько трупов мы видим дым мы видим людей в трусах люди трусах сгоняться в крену в церковь значит стоящего посреди крепости там ставится блок значит и идут дальше идут дальше они не видят противника они идут дальше ничего о сопротивление тоже еще не наблюдал да 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 как таково сопротивление они идут это по всем писаниям они просто молотит значит по окнам вот где противник что ну короче бы никого нет никого нету это как бы вторая ошибка но самого что они я не знаю был его во-первых ну нет у меня я не знаю был ли у него пракция постоянная связь к мы с командиром полка это 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 важнейшее то есть есть еще такая вещь значит а пракса я считаю так он должен был оценить пракса прошел через укрепленный узел советских войск на западном острове он должен был оценить наличие войск на позициях этого укрепленного зла если там войска нет значит где-то они в другом месте если войск нет на позициях значит войска в пункте постоянной дислокации то есть значит ты идешь у тебя 300 человек значит а пункт постоянной дислокации по прикидка может мести до 10 тысяч и ты сейчас находишься среди 10 тысяч мне ничего не известно значит как происходило как происходили эти события он амбициозный значит он из древнего грудь сковорода или кто-то его туда заталкивал значит мне то мне это неизвестно но он они шли и шли и шли вот оставляя себя в тылу мощнейшую многотысячную группировку советских войск соответственно если мы так уже как бы чисто чисто событийным 3 55 последняя радиограмма достигли крепостных ворот 4 38 пракса падает мертвым через несколько минут падает мертвым командир той группы который шел с кеймерсом начата с кимбергером это командир 1 батальона эльцы значит за несколько минут штурмовые отряды 45 дивизии встретившиеся на северном острове перед восточным фортом были разгромлены но вот это произошло мгновенно как это произошло это вопрос дискуссионный я могу это на своей версии изложить вот в это же время на северном острове тоже вы не забыли про кимбергера до что кимбергер идет вдоль муховца с ним вместе майор эльцы помогать молодому лейтенанту кимбергеру 21 год а он уже как командует серьезной вещью вот он ему помогает вот они здесь не встречаются с праксы почему пракса пошел на северный остров это не было обусловлено приказом об атаке он должен был занять центрально центральный и западный остров северный остров должен был занять эльце и только после занятия северного острова эльцы они должны были встретиться на северном поплыть дальше сколько людей столько и мнение И, значит, возможно, Эльце позвал его на помощь. Возможно, вокруг никого нет. Уйти внутрь казармы, почему-то они этого не пошли. Я не знаю, почему. Ну, это довольно странно. Да, довольно странно. В крепости никого нет. В крепости никого нет. Мы сейчас должны встретиться на этом месте и наступать в сторону ЖД вокзала. Наша конечная точка, рубеж, конечный рубеж, это ЖД вокзал. Они встретились. Это все, что я знаю. И там было найдено три трупа. Эльце, Кимбергер и Пракса. Я так понимаю, что, да, только Кимбергер смог добежать до крыльца. Остальные, судя по всему, легли до этого месте. Я думаю, что это было совещание командиров. Наконец-то с планшетками сидели, стояли, вернее. То есть, они, видимо, решили, что же им теперь делать здесь, да? И их кто-то уничтожил. Да, и их кто-то уничтожил. А после этого, как говорит Алексей Валерьевич, поднялась дубина народной войны. То есть, вокруг люди, которые были, начали потихоньку приходить в себя и, видимо, прицелили. Да, да, да. Значит, началось. Ну, назовем вот так. Мне нравится тем больше, что восстание. Итак, на Северном острове, значит, уничтожена штурмовая группа. Я, сбегая вперед, скажу, что о судьбе этих людей у меня тут написано. Когда-то мы не стали известны? Только в 7.30. Спустя три часа стало известно о гибели Праксы. Да, в 7.30. То, что происходит что-то неправильное, значит, вообще стало ясно только в 6.30. Начался бой Резервов. То есть, час немцы, радисты погибли вместе с Праксой. Судя по тому, что наши-то вообще тоже, по нашим данным, нет сведений, да, кто атаковал эту группу на Северном острове? По нашим данным, масса сведений, разумеется. А, масса сведений, да? Ну, так есть правдоподобные, нет? Нет, есть три, у каждого из этих версий есть, значит, свои плюсы, минусы и сторонники противники. Первая версия, значит, это, ну, хрестоматийная, значит, версия, это пулемет с гребнем вала Восточного форта. Вот, я не знаю, успели ли пулеметчики зачастую так организоваться. Я не знаю, есть там сектор обстрела, в принципе, может быть, и есть. Ну, эту версию можно проверить, но, тем не менее. Вот, вторая версия, это моя, значит, у нее тоже масса плюсов, масса минусов. Апракса со своей бригадой помешал выходу 125-го полка, а выход 125-го полка сопровождали две тихих, незаметных запушки на колесах. Там есть вот снимки. С четвером на единице. Да, с четвером на единице установки. Это был мощнейший удар, который, собственно говоря, значит, и там их растоптал. Второй момент. И третий момент. Еще один человек упоминает об уничтожении немецкого отряда на Северном острове, это Мотивасян. Он выехал на бронеавтомобилях и, значит, расстрелял немецкий отряд. Эта версия, мне кажется, менее, правдоподобная, потому что, ну, потому что, ну, к этому времени, на мой взгляд, еще этого не могло произойти. Либо просто гибель пракса, это ельцы, это абстрактно вписанные цифры. Я не знаю. То есть, ну, вот, исходя из того, что мы видим... Которая ушла туда, никто из немцев не вернулся вообще? Все эти, значит, все наши построения, они... Нет, кроме офицеров, я имею в виду, рядовой состав немецкий. Сейчас расскажу тогда, значит, прежде всего, это Ханс Тойчлер. Значит, скончавшийся не так давно, 4 года назад. Значит, это единственный выживший, который оставил воспоминания. Именно эти воспоминания, они хоть как будто что-то, на основе чего можно реконструировать. Ну, вот, профессор Тойчлер. Что произошло? Значит, нанесли удар, значит, неизвестные, значит, советские бойцы, неизвестным оружием. Часть немцев была убита. Прежде всего, пострадала пулеметная рота, 12-я пулеметная рота. Эта рота, значит, уничтоженная в боевом расписании. И, конечно, немцы разбегаются. Они разбегаются, прячутся по домам, где их потом, спустя некоторое время, значит, улавливают советские бойцы. Или там, значит, происходят какие-то короткие, малоизвестные схватки. Либо они там прячутся где-то в ямах на территории, везде, где можно спрятаться. То есть, часть погибла, часть спаслась бегством. Фактически, штурмовые группы перестали существовать за несколько минут. И более того, то есть, там уже, там, в принципе, северный остров, там немцам вообще, как бы, очень серьезно началась проблема. Потому что Йон, не зная ничего об этом, он перерез сюда свой командный пункт, командир полка. Все это привело к тому, что единственным спасением Йона, значит, стали скромные артиллеристы, там, из 98-го арт-полка, там, с помощью карабинов, там, отбивавшихся от русских атак. То есть, потому что, а где подразделения? А с ней, а подразделений нет. Ну, то есть, человек поехал, грубо говоря, для реквизирования, значит, для осмотра. Они могли еще штаб-полка потерять, да? Они могли, забегая вперед, они, таким образом, они потеряли, значит, командира арт-полка, его ранило, значит, они потеряли командира, они перетеряли всю группу управления арт-дивизионом, то есть, там, значит, одного из Крауса, значит, их тоже перестреляли на Западном острове. Потому что ты идешь с офицерами, тишина, покой, открываешь дверь, а там их десятки, все русские, и все, вот, то есть, они потеряли Крауса. С огнестрельным оружием. Да, 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 Краус, ну, там, Краус там какое-то время отбивался, он успел им передать, что его там обложили. Но, тем не менее, они потеряли, вот говорю, что, значит, командира арт-полка, это серьезная потеря. Вот, ну, и там достаточно много, то есть, они, вот, уже за 4 часа, они лишились, значит, двух командиров батальонов, значит, командира арт-полка. Я командира арт-дивизиона, вот, ну, это вот достаточно, это серьезно. Вот, то есть, ну, опять же, про все это, это все-таки... А вот эта харизматическая атака, которую показывают в советском кино... Мы сейчас еще, мы дойдем до нее, да, ну, просто я... Итак, я про северную тропию сказал, и так они разогненно скрываются в развальных и любых углублениях на, значит, на северном, на юрном, на цитадели в это время. Ну, давайте назовем это харизматической атакой. Ну, желающих, я хочу это слать, кому интересно, найдите, пожалуйста, произведение Сергея Смирнова «Утро в Брестской крепости». Потому что все знают харизматическую картину, но не все знают, что была создана еще одна неизвестная, ну, практически только любителям харизматическая картина. Ну, тоже вышедший из-под пера, значит, Сергея Смирнова, там все абсолютно по-другому. Там, ну, скажем так, чуть менее, чуть менее харизматично. Значит, что было, в самом деле, значит, что было, бум-бум-бум-бум, тишина. Значит, Матевосян говорит, значит, Матевосян говорит Фомино, товарищ комиссар, надо, что там, мы не знаем, что там наверху. Значит, Матевосян поднимается и это самое в дверях встречается с немецким солдатом. Немецкий солдат убит, значит, Матевосян выбегает на улицу, с ним небольшая группа, значит, бойцов. Вот, как раз, видите, за руками, то есть просто тот, что-то, вот. Это отличается от харизматичной картины. Я харизматичную картину, то есть официально рассказывать не буду, потому что, значит, ну, дальше идет вот что, значит, небольшая группа немцев, небольшая группа наших. Сначала наши гонят немцев, потом немцы гонят наших. Наши гонят, они гоняют друг друга по этой, значит, по узкой территории. Далее, что? В остальных, значит, территориях цитадели там невозмутимо покуривают немцев церкви. Где-то там, значит, стоит блок на Тереспинских воротах. Вот, а на Матевосян, на гонке Матевосяна и немца смотрит третий батальон из окон казармы. То есть ждет, кто, к чему возьмет. Матевосян, все, сила кончается, патроны на исходе, что делать? Нужно найти какие-то сильные слова. Как поднять дубину народной волны? Матевосян забегает в казарму третьего батальона. Значит, ну, он эти слова находит. Наших бьют. И вот тут, да, я не знаю, что он сказал, значит, и вот тут он сказал, значит, что-то он как-то, значит, их поднял. Да, смотивировал. И вот тут, значит, да, тут вот вступает в действие та картина, которую мы знаем из учебников. Выбегают полуодетые с табуретками, значит, и вот эту малочисленную группу они немецкую разметывают. Ну, и дальше все. Начинается, как бы, да, дальше начинается вот эта, опять же, такая ревматичная картина. Это была не вся штурмовая группа, это небольшая часть. Да, 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 значит, часть немцев в ужасе забегает в церковь, часть в столовую, значит, состава. То есть, часть немцев пытается через кольцевую казарму, ну, вот, забегая из окон с одной стороны, с южной стороны, да, выбегает на северную. Там их встречают бойцы-конвойники, короткие рукопашные схватки. Части немцам удается уйти, части нет. Часть в ужасе прячется где-то там, значит... По щелям, да. Да, да, по щелям, да, 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 ныкаются по щелям. Ну, то есть, и таким образом, и на северном, значит, на цитадели немецкая группа перестает существовать. Ну, кроме тех, которые заперлись, да, в церкви? Да, в церкви, значит, в церкви, в столовой и в столовой 75-го УРБ. По источникам там еще какие-то, еще одна локация, но мы ее так и не смогли установить, это тоже отдельно, просто не будем лицать. Мы сейчас коротко про цитадель сказали, значит, что происходит на южном острове. На южном острове сказал, значит, вот так, Мативосян разбивает всю, полный разгон немцев. Да, кто-то есть, значит, в церкви, кто-то остается. И вот тут, собственно говоря, интересный момент, это атака обреченных. Это действительно атака на южный остров. То есть, это не атака, это попытка занять те позиции, действовать по плану. Ну, нужно просто понимать, на фоне чего этого происходит. Это происходит на фоне, в общем-то, ну, повального бегства. То есть, бегут на восток, невооруженные, это уже началось, это все понятно. То есть, гам, шум, барабан. То есть, ничего, командиров нет. Нашелся тот, который, да, их повел. Вот у нас есть просто фамилия Воробьев. Но что, как все это было? Отдельно там есть предельно малое количество упоминаний. Да, была сколочена группа бойцов, которая пошла. Значит, она заняла вновь, значит, заняла госпиталь. Ну, серую зону, так называемую, да. Ее, значит, встретили пулеметным огнем и свалов. Госпиталь они заняли. Вот, часть осталась в госпитале. Часть ушла сразу на холмских ворот, потому что поняла, что район, как сказать, ну, рубеж и барон занял немецкими частями, а сил для вытеснения свалов их нету. Значит, часть осталась на кавальере. Я подчеркиваю, излагаю картину на основании предельно отрывистых воспоминаний. И до 7.20, я думаю, что вот эти, те, кто остались, они там сражались. И это очень интересно, потому что, ну, вот это, это действительно, это была настоящая атака обреченных. И они до 7.20, ну, могу, конечно, ошибаться, значит... По немецким данным, да, 7.20? Да, да, да. Значит, к этому времени, да, был введен резерв 30-го полка, который должен был зачистить, значит, Южный остров от этих атак. И он зачистил, но на это ушло достаточно много времени. Вот, примерно, значит, ну, и, наконец, на Западном острове тоже поднимается дубина народной волны. Я напомню, что там сконцентрировано, то есть, очень серьезное такое давление. Там гибнет Краус, значит, со всем своим штабом, значит, там... Краус, это кто? Командир дивизиона. А. Там, ну, группа артиллерийского сопровождения, так называемая. То есть, картеревщики идут, корректируют артогонь. Значит, там убивают некоторых, значит, немцев, которые там, значит, блокируют эту школу шоферов. То есть, Западный остров фактически переходит под советский контроль. Немцы пытались впоследствии, значит, отрядить на помощь пулеметную роту 133-го полка. Ну, туманная фраза. Роте пройти не удалось. Где пройти не удалось? По острову пройти не удалось. Или уже с рубежа Тереспольских ворот не удалось и прорваться на помощь окруженным, значит, в церкви немцам. Мне это неизвестно. Надо сказать, что, несмотря на то, что мы, конечно, у нас с немецкой стороны есть огромное количество документов, но все равно достаточно сложно с ними работать. Потому что там огромный из них, они содержат двоякие толкования. Может толковать и так, и так. Ну, то есть, мы делаем вывод, что вот весь их первоначальный план фактически рухнул где-то к 8 часам. Вообще ничего, я себе не представляю. Они, видимо, даже не знали, что делать дальше. То реальных, если верить, опять же, документам, их реальный план рухнул к полшестого. Все. Более того, значит, в принципе, вот это время, значит, вот эти 3,5 часа, это было временем, ну, скажем так, это было наше время. И вот за это время можно было выходить. Потому что не осуществлялось, не было понимания обстановки. Не было понимания обстановки. Немцами именно. Да. Соответственно, никаких действий не предпринималось. Вот. Только в 6.30 они начали аккуратненько вводить какие-то резервы на Северном острове. Первоначально, значит, они думали, что всего лишь заминка произошла на, значит, Северном острове. Первоначальное сообщение идет о том, что советское сопротивление усиливается, надо притормозить наступление в городе. В городе, а не в крепости. То есть, значит, потому что, ну, вот что-то как-то, что-то не то где-то оно началось. То есть, то есть, как-то сказать, они не ожидали такого боя. То есть, он был определенно ожесточен. То есть, ну, как Брест, вот уже, значит, светлый, там ездит какая-то бронетехника, контратакуют танки. То есть, там что происходит? Части подразделения, значит, нету. Ну, вот. Ну, то есть, есть хронология. Ну, вот ее можно четко произнести сейчас, что 3.20 немецкие войска переправились. 3.55 Пракса, последняя радиограмма Пракса достигнет резервских ворот. 4.38 Пракса погибает. 5.55 Приказ о вводе резервов, в 6.30 резервы входит. Ну, и то речь идет пока только об исправлении положения на Северном острове. В 7.30 извещения о гибели Праксы. И только в 9.15, значит, пардон, в 7.45 извещения о гибели Праксы, значит, в 8.10 сообщения о группе связи с артиллерией о чудовищных потерях пехоты, значит, или же в 9.15, в общем-то, началось исправление ситуации. По нашему времени в 10.15 даже они что-то начали более-менее представлять. В 10.15 началось уже, речь идет уже не о наступлении, а о деблокировании. Времени довольно-таки много для того, чтобы нашим офицерам, командирам, там, даже вернуться из города, там, допустим, да, кто жил там на квартирах где-то, и что-то сорганизовать, какие-то подразделения, чтобы выйти из крепости, на самом деле. То есть, теперь я понимаю, почему много народу пришло как бы извне, потому что, как бы, ну, судя по всем делам, там творился полный этот самый... Ну, да, там, да, там творился, значит, там, ну, фактически креп остался северной зоной. То есть, наши не смогли по многим причинам, не могли, значит, ну, опять же, централизованного, ну, как штука централизованного огневого действия? Ну, как вот ты, допустим, командир, ты же отвечаешь не только там за бойцов с винтовками, тебе нужно забрать боеприпасы, вообще там знамя, простите, нужно забрать, значит, вообще... 45% бойцов не знают русского языка, их кто поведет. Поэтому, как-то, с цитадели, конечно, ну, было очень сложно организованно выходить. Да, там что-то, кто-то пытался там уходить, там, 455-й полк, то есть, что-то там, они, ну, это такие отдельные группы бойцов. Основная масса нет, осталась, в общем-то, на своем месте. Ну, вот, 125-й полк, вот, единственное, что-то там пытался как-то выходить. У них было две волны групп, две волны выхода. Это вторая, первая под руководством командира полка, вторая под руководством, значит, капитана Ландышева. Ну, вот, и даже, может быть, третья, те, которые еще пошли, еще и в ночь ушли. Примерно так, да. А в целом потом, какие были приняты решения немецким командованием и нашим, теми группами наших, которые там были, что-то... Об этом ничего не известно. Ну, и вот, значит, вот эта изложенная, вот эта хронология, да, сжата, она как бы дает представление о том, сейчас, с чего началась оборонная броска крепости. То есть, вот ее структура. И это очень важно, потому что, во-первых, про это вообще мало кому что известно, да, и оно показывает, насколько немцы, собственно говоря, обосрались. Да, но мне было важно показать вот этот механизм, то есть, вот, вкратце показать механизм вот этого, значит, разгрома, потому что это, говорю, это событие, оно предопределило, значит, все дальнейшее. Да, если бы они туда ввалили сразу, там, пару полков, я думаю, что они вот прошли бы так, собрали пленных в основном всех, и никакого там сопротивления, скорее всего, ничего не было. А, значит, я поставлю над этим знак вопроса, потому что есть понятие, как, в общем-то, полоса наступления, то есть, по полосе, по ротной полосе наступления вряд ли может пройти полк, то есть, это, в общем-то, будет иметь, наверное, тот же самый эффект, ну, вот, значит, ну, вот, ну, к тому же, там, ну, там было, там действительно бы, там было тысячи. Вот эти первые часы, они, говорю, в этом отношении очень интересны. Ну, теперь мне хотелось бы, как бы, по блокам сказать несколько моментов. Это, ну, такие, как бы, моменты, ну, наверное, проблемные, да, которые, вот, и это белые пятна, или, скажем так, имеющие, ну, значение, которые, ну, скажем так, до этого им не уделялось. Давайте начнем с юга. Это южный остров. Значит, на южном острове немцы вплоть до 24-го и не сидели на валу возле южных ворот, значит, и дальше не спускались. Почему? То есть, потому что находились, ну, с одной стороны, да, наверное, приказа не было, все правильно. Но, с другой стороны, там находились достаточно энергичные люди, для борьбы с которым, в общем, командир 133-го полка даже просил, в общем, вызвать танки, бронетехнику. То есть, они их и так и не могли выкурить. То есть, мы на многочисленных снимках, мы видим, как идет перестрелка вот за зданием, где находилась школа 84-го полка, полковая школа. Вот. И я думаю, что, да, там был караул, это школа, но, я думаю, там были и другие действующие лица. Это, прежде всего, значит, те бойцы, которые, ну, были наиболее мотивированы бойцами, и утром на 22-го июня пошли в атаку обреченных. То есть, напомню, что часть из них ушла, а часть осталась на этом острове. Я думаю, что они оборонялись именно до того момента, когда, ну, до 24-го июня. Честно говоря, вот, наверное, редкий командир, значит, вот полков действующих, ну, там, хотя них-то два было, Йон и Кюльвайн, значит, Йон, то он скромнее, хотя он там тоже вел достаточно серьезные бои. Нет, Кюльвайн подчеркивал вот именно значение Южного острова, то есть, это легко, ну, по документам посмотреть. Мы ничего не знаем об этом. То есть, мы знаем об этом, но как-то хотелось бы, чтобы это было больше привязано к конкретике. То есть, это именно те неизвестные герои, которые, имена которых мы практически не знаем. А противник именно отмечает их активные действия. Да, то есть, там оборонялся Пискарев, значит, вот, помощь полковой школы. Но это все, это, скажем так, это все нужно прорабатывать. Кроме того, через Южный остров проходили прорывающиеся и также в ночь на 24-е, значит, бойцы. И тоже и они могли, высокомотивированные бойцы, тоже составить основу вот этих обороняющихся. Вот это Южный остров. Значит, далее мне бы хотелось отметить, в чем отличие харизматичной версии, то есть, официальной версии, канонической версии, вот это, в общем-то, от нашей версии событий. Значит, считалось, что только одной группе удалось вырваться за территорию крепости. Группе лейтенанта Виноградова, организованной. Это уже в последующие дни, ты имеешь в виду 22-й. Да, да, 26-й. Но, тем не менее, да, на сегодняшний день четко, вот, я считаю, что это одно из главных открытий. Это то, что удалось выйти и в группе советских войск, и в ночь на 23 июня, и в ночь на 24 июня. Хотя это было сопряжено, ну, как я сказал уже, с значительными жертвами. Пошли и прорывались и в ночь на 23 июня, и в ночь на 24 июня. То есть, и, соответственно, это тоже был успех прорывающихся. И я думаю, что, конечно бы, защитников, если бы удалось объединить большие силы и, соответственно, провести бы прорыв в большем, значит, порядке, то, конечно, это был бы успех. Второй момент, значит, я хочу обращать внимание вот на бой за кемпинг. То есть, вот, это, ну, что такое кемпинг? Ну, для того, чтобы вырваться из крепости, ты должен подняться сначала на вал, на котором сидят немцы. То есть, всю крепость огибает огромный высоченный вал, на который, в общем-то, есть заход. Классическая вавановская фортификация. Да, то есть, есть заход на вал, подъем на вал, если только на граничных участках. Достаточно, грубо говоря, там поставить проволочное заграждение, мин, и все, ты полностью блокируешь крепость. Вырваться из крепости можно только, если ты владеешь, в этом случае, только участком главного вала. Значит, и такой участок на Северном острове был. Это участок кемпинга. Ну, это так называемый участок кемпинга. Да, да, значит. Ну, сейчас, в советское время, там был кемпинг, сейчас там это просто безобразные развалины. И этот вал равелин. И все указывает на то, что именно там организовал оборону майор Гаврилов. Ну, по крайней мере, он там был единственным известным нам старшим офицером, старшим командиром Красной армии. Он и капитан Касаткин. То есть, и значение вот этого вала, оно было очень велико, потому что оно позволило бы, значит, вырваться. Вот, если бы там... Смогли сорганизоваться. Да, да, смогли сорганизоваться. Вот, и я думаю, что, возможно, и на этом участке именно, как бы, и выходили вот в ночь на 24 июня. По какой-то причине вот Гаврилов, значит, уйти не смог. Но я думаю, что вообще почему это произошло, потому что он пишет, ну, там в воспоминаниях очень сложно понять, что реально картину событий, он пишет о неком прорыве, имевшем глобальные потери. Ну, ночь, взмахи от витильных ракет, мгновенно все делятся на группы, ты бежишь с одной группой, ты не знаешь о судьбе остальных. То есть, твою группу прижимают пулеметами, значит, к полю, и ты думаешь, что всех остальных прижали. Ты пытаешься подняться, бесполезно, значит, и вот уже рассвет, и ты отходишь обратно в крепость, и ты считаешь, что прорыв не удался. А прорыв, на самом деле, удался. То есть, там, да, на поле огромное количество трупов, но не все стали трупами. Ну, вот. Так, а это, получается, Северный остров, да? Да, Северный. Получается, Северный остров, и там какая-то организованная группа, возможно, ну, скорее всего, во главе с Гавриловым, держала некий участок, да, вот, где можно было выходить более-менее. Да, да, да. Это, грубо говоря, ну, вот что такое, значит, это плацдарм можно назвать. Это можно назвать, они держали ключ, они держали дверь. Они держали дверь. И вот, когда немцы заняли эту дверь, значит, да, после этого уже стало, ну, фактически невозможно. Я думаю, что последний вот успешный прорыв, именно, конечно, прорыв ночи на 24-е. А все остальное, это было бойней. Я не знаю, были ли еще прорывы, тоже спорный вопрос. Немцы пишут, грубо говоря, да, там, ночной огонь, значит, видимо, трупы перед собой, но были это там трупы этого дня, ну, то есть, мне неизвестно. А вот в эти два дня, получается, в ночь с 22-го на 23-го и там на 24-го, с 23-го до 24-го не было попыток из цитадели-то более-менее выйти, организованы все. Правильно, значит... Раз они держали... В ночь на 24-е, да, это была попытка именно бойцов из цитадели. То есть, это была попытка, значит... В общем, я считаю, да, что, конечно, в общем, и Виноградов как раз ушел, в общем-то, именно в ночь, из цитадели в ночь на 24-е. Значит, это приказ, на самом деле, номер один, который был написан. Помните, там, организованное боевое действие и все остальное. Но это был приказ, для чего он сделан. Ну, представьте себе, значит, зима 40-го года, советская финская война. Какая-то группа окруженных начинает уходить к своим. Можете гугли, там, ознакомиться с последствиями такого опрометчивого шага. Уход без приказа, значит, пусть даже в такой ситуации расценивался как однозначно, как дезертиста, как преступление. Ты мог уходить только по приказу. Поэтому, значит, уходя на прорыв, я вполне допускаю, что они имели в полевой сумке вот подобного рода приказа, созданных действительно сводным боевым командованием. То есть, там Зубачев, Фомин, да, в приказе. Да, 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 и с вами Наградов, да. То есть, там, ну, там это по приказу можно потом отдельно поговорить, но вот так вот. То есть, мы сейчас о прорывах. То есть, прорыв велся в двух направлениях. Мы нам более известны прорыв, именно, ну, назовем прорыв в сторону кемпинга. Значит, и кроме того, значит, вот прорыв в сторону Южного острова. Значит, немцы описывают прорыв как прорыв индейцев. На самом деле, я уточню. Вообще, любые действия ночью, это требует очень серьезной подготовки. Боевые действия ночью, атака ночью среди деревьев, помещения, вообще, это требуется, ну, то и то же. Вот так и рожден миф о том, что на западном мосту размещался там пограничный спецназ. Ну, действительно, это были очень искусные бойцы. То есть, они ночью, да, они ночью пошли на прорыв через лесистую местность там, среди... Ну, то есть, вообще, там элементарно, там лоб разобьешь. Да они пошли там на прорыв. И судьба их, ну, вот, к сожалению, пока мы, ну, таких вот ярких упоминаний, мы не можем о них найти. Так вот, как-то вскользь. Ну, там вот есть еще интересный один объект к вопросу о судьбе этих бойцов. Есть ДОТ. Судя по всему, одна из этих групп бойцов была загнана в этот ДОТ. И там, вероятно, была уничтожена. То есть, там найдены вот следы боя, которые указывают именно на это. Значит, и, кроме того, значит, известна еще одна картина возле Южных Ворот. И есть, находится, значит, оно сейчас восстановлено. Это, ну, подземное помещение, оно за... Сейчас оно заложено кирпичом. Оно было заложено кирпичом и перед войной, но, соответственно, во время войны кирпич был выломан. Рядом с ним сфотографированы, значит, пленные советские бойцы. Не исключено, что они и там тоже прятались, значит, в этом подземелье. То есть, прорывы успешные были. В официальной версии они не отражены, но они были, значит, и, конечно, это тоже достаточно серьезный показатель. А бронетехника вот прорывалась до нас, сколько я понимаю? Сейчас, значит, сейчас... Ну, в донесениях вообще, скажем, черным по белому. Советские бойцы и танки. То есть, ну, у нас нет, у нас нет просто упоминания о том, что советские бойцы поддерживают танки. Один танк был. Вот известный случай танк Камикадзе. То есть, да, вот он вырвался из крепости, и он бы ушел. Просто он, как сказать, между двумя автоколоннами встал. Вот это был тоже интересный эпизод, да, значит. Т-38, ну, экипаж два человека. Это был Т-38, я думаю. Они были действительно, значит, они были захвачены. Вот. И вот таким образом одному танку тоже далось вырваться. Это не легенда, это тоже, ну, как бы, факт. А вот немцы как контролировали? Они же, получается, что цитадель они не занимали, да, получается? То есть, там, часть территории Южного острова они не занимали больше, судя по всему, да. Часть Западного острова у него занимали, Северного острова. То есть, как они контролировали вообще периметр этих островов? То есть, они по валам стояли? Да нет, ну, тут, да, дело в том, что, да, немцы стали по валам. То есть, а зачем? То есть, там, ну, контролировать... То есть, они молотили артиллерии, они ждали пока, пока просто капитуляции. То есть, такого, чтобы, значит, вот первые дни, чтобы там заглядывали в каждую там коморку, значит, вытаскивали кого-то оттуда, такого они не делали. То есть, вот они, значит, отходят, так называемую, зону безопасности на главный вал артиллерия долбить по по крепости на счету нем свет на валах наблюдают значит издается приказ о взятии крепости штурмом но ночная стрельба значит толпы русских так приказ отменяем русские еще пол полны значит также психические атаки через трех этот самый через мост немецких солдат как в кино такого что не было получается этих арочный мост да это было бледное подобие то есть это одна из самых позорных страниц в истории 45 пехотной дивизии пехота не пошла за танками то есть он там 6 рота должна была идти значит в итоге пошло 6 человек из них пунктом трое офицеры вот остальных немецкий за город отряд расстрелял значит и там да там бы писарь пошел командир 8 роты значит еще по моему там ну то есть вот так вот штуки штука не был штука прошел туда на ту сторону а что ему делать вообще как бы это я так и не понял кстати говоря вот тут суть этой операции то есть они тоже не полностью полагается на психологический эффект как вот на штуках увозить раненых из церкви то есть положить их в боевое отделение там места нету значит положить их на броню их убьют да значит бежать за штуком значит с винтовками наперевес несколько элементов очередей суть этой операции она мне не ясна ну это чё называется вот суматоха суета дрожание рук вот это все и как бы ну но немцы то есть немцы сидели ждали пока там люди от голода и жажды начнут выходить сдаваться до потихоньку да они именно на то на это делали значит расчет изначально но вот он в этом отношении это еще одно значение без крепости то есть первое потери я красную на поводу продолжительности сопротивления я бы не стал бы на месте налегать а второе да это вот именно значит отсутствие вот это вот он был несомненно то есть 23 июня уже на второй день крепости капитулировала большая часть защитников то есть там 1923 июня 1250 24 июня ну то есть вот так вот около трех тысяч человек да около трех тысяч но он конечно расчет у них определенный был и он просто не до конца оправдался вот они 2 от 24 июня они захватили большую часть крепости но это было экспромтом еще события 24 не так начались бум бум бьет мартира значит крик помощи из церкви вероятно немцы там поняли что еще следующий удар может быть по ним спасите нас немцы спасает их из крепости из церкви внезапно виде что вообще вокруг никого но давай попытаемся захватить значит крепость и они прошли через трех ворочные ворота да 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 24 до значит 24 не хочет ворота вытаскивать из крепости и тут видят вообще там никого да ну тут они часть креп они начинают занимать вот ну и опять же с ними на том же месте повторилась та же история перед восточным фортом опять немцы там значит идут значит восточный форт и опять открывает огонь пулемет и опять значит там 135 эпох 2 рота терпит потери ну чем-то на том же месте среди тех же трупов ну вот собственно говоря вот так вот развивались события здесь значит ну вот это то что что наверное если принципиально новое хотелось бы отметить далее а можно еще акцентирую раз такое получилось то есть большинство видимо вот эти из трех тысяч человек выходил все таки из центрального острова видимо сдаваться и там же там же остались нет нет я думаю что какая какая там какая ситуация не знаю честно говоря наверное да из центрального острова да наверное центрального острова потому что был элементарно там больше письма есть многочисленные потас снимки до наверное значит вот этой центральной острова тоже к вопросу понимаете по поводу воспоминаний значит ведь воспоминаниях вот этой огромной массы задающихся ее никак не прослеживать это было табу то есть это вот именно эта фигура умолчания но не там и про сдающихся есть и мы там покосили их из пулеметов там и мы там матчат тома мы начать все внутри 1900 человек 23 июня 1250 это значит 24 июня но больше трех тысяч человек на больше трех тысячах а 25-26 это конечно тоже добивание это вот скульптура жажда и тут все остальное это значит выкатки противотанков орудий на дистанцию прямого выстрела значит и просто любое шевеление бум бум не ну и параллельно с этим же происходит прорывы по сути то есть получается что часть людей сделал как бы такой выбор да мы сейчас говорим про двадцать и двадцать четвертый да да отчасти да ровалась конечно конечно вот фильмах этого значит четко вот это нужно четко показать вот эта драма которую ну смысл замалчивать вот в чем в чем вообще в чем вот отличие хороших фильмов от киноподделки да это касается любой хоть детектива хоть ну любви да там тема выбора человек любой человек на протяжении значит все жизни он делает выбор так так или так то есть есть понятие конечно выбора есть выбор с большой буквы так вот конечно в те дни это был выбор с большой буквы до 100 взять винтовку подняться там и войти на пулеметы да или просто ну бросить винтовку и просто поднять руки выйти да да там это это значит это было чем очень сложно людей осуждать в такой ситуации, потому что очень сложно представить себя. Во-первых, там были так называемые западники. В 1939 году территория такая присоединена. При том, это было полтора года назад. Это раз. Среди бойцов, да, элементарно многие не знали русского языка. Но им вот что? Третий момент. Ведется определенная работа, но пока еще далека от завершения. Это изучение среди бойцов количества репрессированных, раскулаченных и всех остальных. Такие тоже были. Были ли случаи такого преднамеренного перехода, еще чего-то? Ну, трудно сказать. Но самое главное, что, конечно, немцам проводился регулярный опрос пленных. О планах они знали. То есть, после первых больших задач немцы знали примерно, кто там... Особенно, если мне память не изменяет, в той же самой книге ради переговоров есть четкое указание на место прорыва. Это важнейшая вещь. Я считаю, что вот эта информация погубила огромное количество человеческих жизней. Это какой прорыв, который был в ночь... С 24 на 25, да? С 23 на 24. Все. То есть, уже 20 в ночь, потом уже вышел, значит, разведбатальон на насыпь, ныне кафе цитадель, которая, значит, напротив Дома офицеров, вот этого последнего плота обороны цитадели, и все. В принципе, после этого время жизнь там превратилась в ад. То есть, значит, ну, там еще полтора... Еще по полтора дня они там... Или там два дня они держались, но, в принципе, это уже было так. Это уже там... Там все шло к концу. Ну, их там добивали, по-моему, до 27-го числа. Их там добивали, их там, да, их там нет. Значит, там какая ситуация? Последняя группа защитников была пленена на территории цитадели 27-го июня. Вот у нас даже есть с ним, этих людей, значит, эта группа Попова, ну, есть такое подозрение. Вот. Там вот видно, как все это происходило. Судя по всему, случайно нашли, ну, там видно, как нет себя ведут. То есть, ну, реально, там это чуть ли не с ракетками в бейсболках. То есть, там большинство безоружия, там в этих белых рубахах, там, значит, вот эти кепки. У них шиком, потому что старая австрийская часть, у них там горные кепи такие были. И вот они столпились, значит, и они принимают вот этих людей, выходящих из развалин. Значит, это последняя группа, значит, последняя группа цитадели. Восточный форт еще держался, ну, что-то такое. Это уже северный остров, мы говорим. Да, да. Это феномен восточного форта, который как бы тоже позиционируется и в представлении многих обывателей, что это такой некий центр обороны был, да? Да, да. Ну, вот что такое восточный форт. Ну, вот представьте себе, что вот этот восточный форт, да? Значит, вот тут немцы, да? Вот тут немцы, вот тут немцы, да? И вот перед тобой только вот это вот пространство. То есть ты можешь вот отбиваться, только если кто-то будет заходить тебе непосредственно, значит, туда. И тебя отсюда, тебя не выкуришь, туда не залезешь, потому что ты сразу начнешь стрелять. Значит, и ты тоже, ты не можешь вырваться и так далее. Они пробивали потолок, там до сих пор следы, кстати говоря, вот сейчас вот, я боюсь, что эта реконструкция, она разрушит вот эти следы войны. Там реальные следы войны. Мы с ребятами даже там креп нашли провод, ну, кстати, этот, значит, столб, да, с этими, значит, с изоляторами, по которым, судя по всему, они выбирались наружу. Вот. То есть там это следы войны. Там следы работы, боевой работы немецких саперов, которых пытались подрывать, плюнули, потому что один подрыв, это, по-моему, что ли там, ну, капитальное количество, такое количество взручатки у них съедал, что там нет. Значит. А вот эта вот вся история, вот, как ты говорил, ну, современное представление, то, что вот все-таки все было завязано на кемпинг, да, грубо говоря, а вот все-таки вот это вот, то, что было там, ну, смоделировано в свое время тем же Смирновым, то, что там была некая связь западный форт, восточный форт, там вот это все, это какая-то общая система обороны. Да, я понял вообще, да. Ты, знаешь, это как вообще, ну, оно вообще... Молодец. Нет, ну, я же готовлюсь. Ну, нет, ну, все равно. Просто это вообще реально не было. Вообще не было абсолютно, ну, никак. Западный форт, в принципе, он опустил в ночь на 23 июня. Ну, и там, там что? Его не было. Значит, то есть связь, связь это не было, там были какие-то свои люди, там было свое руководство, мы ее не знаем. Вот одна из задач, на самом деле, это как бы вот найти историю этого боевого участка. До этого успешный прорыв. То есть они действовали действительно организованно. То есть говорить, действительно вот такой образцовый полк, это 125-й полк. Это 125-я там была? Да, да, да. Это тяжелое вооружение, это спасение знамени, значит, вот это выход большей части. Хотя, тоже там, конечно, изъя там тоже уже сравнивают, но в конце концов, Дулькет он стал потом комендантом немецкого лагеря для военнопленных. То есть часть бойцов за это осудили, часть якобы он помогал нашим военнопленным. То есть такая техническая должность. Ну, вот тем не менее. А получается, что вот 29-го где-то немцы добивают восточный форт, как раз вот бомбу бросили 1800 килограммов на него, и это, в общем-то, поставило точку на сопротивление и там, да? Да. Ну, все, значит, бойцы из форта вышли. Значит, еще хотелось бы одну фамилию сказать. Значит, Багант Зельпукаров. Ну, то есть, это мы говорим о Кавказском герое. То есть вот это тот человек, значит, чье мужество, оно подтверждено документально с обоих сторон. И, на мой взгляд, этот человек, имя которого, скажем так, выражаясь языком работников МКБ и КГ, он подлежит популяризации. Багант Зельпукаров, значит, командир батареи 1393-го зенитного дивизиона, он принял активное участие и в обороне форта, и, дело даже и в другом. Он был ранен и, значит, он был пленен только 30-го июня. Это был последний офицер, значит, командир коснармии, который был пленен на территории безкрепости. И действительно, дата пленения, оно становится документальным. Значит, вместе с ним было пленено еще пять человек. То есть, почему уходящих в плен не вынесли раненых, я не знаю. Ничего про это не знаю. Сейчас еще кое-что скажу, да. Значит, это Багант Зельпукаров. Из Восточного форта, именно ты говоришь, да? Да, да, да. И судьба Зельпукаров, в общем-то, она тоже, она показательна. Он был, плен он не пережил, а в 1942 году он исчез в гестапо. Последняя запись в карточке военных плен он передан в гестапо. Ну, то есть, вот Багант Зельпукаров. Я очень надеюсь, что там, значит, Дагестан по достоинству оценит, в общем-то, своего земляка. Это... Насколько я понимаю, там и чеченцы, да, сыграли какую-то определенную роль. Ну, определенную, но мы сейчас говорим именно вот о, значит, вот таких вот знаковых фигурах. То есть, о знаковых фигурах обороны. То есть, несомненно, чеченцы и все остальное, но вот знаковых фигурах обороны. Ну, Кавказцы вообще были, народы Северного Кавказа, они редко среди офицеров, предвоенных. Вот. У меня вот неизвестны, значит, какие-то другие. Хорошо. Давай перейдем тогда к личности майора Гаврилова, потому что каким же образом он-то оказался среди защитникам Восточного форта? Ну, как бы есть, опять же, есть каноническая версия, есть не каноническая. Значит, каноническая, понятно, что это командный пункт, значит, он объединил силы и так далее. Значит, не каноническая, там несколько другая. Значит, Восточный форт, он был сам по себе, там было огромное количество, значит, перемешано огромное количество частей бойцов, потому что он стоял возле выхода из крепости, те, кто бежали к выходу, но не смогли выйти, они отступали в Восточный форт. Как управлять таким коллективом? Значит, здесь был создан определенный прецедент, было создано так называемое партбюро, в которое вошли представители, значит, вот ряда частей. Боем руководил, ну, боем. Боев тогда 23 июня, там это был, значит, скорее осада, ну, то есть 22 июня, там все стремительно кончилось, 23 осада, вот, и я думаю, что Горилов туда пришел в ночь на 24, и он, соответственно, значит, он создал, кажется, свое партбюро, и он, значит, да, я думаю, стал ли он командиром в привычном понимании этого слова, или как и на других участках обороны координатором, ну, трудно сказать, но. Или руководил частью людей, да? Да, по сути по всему, при нем была какая-то часть людей, которая была предана, значит, в общем-то, лично ему, которому он руководил. Они с кемпинга как раз отошли, да, вместе с ним? Да, то есть, возможно, при нем было два пограничника, при нем был капитан Касаткин, вот, еще другие, как-то вот так вот, то есть, по поводу майора Гаврилла восточного форта. Говорю, восточный форт, он, это было, это была последняя надежда, то есть, все, уже, значит, уход с кемпинга, это был уход от активных действий, попытки прорваться. Ну, выйти из этого форта, конечно, сложным было. Да, выйти из этого форта, любой может туда прийти, посмотреть схему фотографий, становится понятно, что, в общем-то, выйти оттуда, ну, в общем-то, невозможно. Вот, там достаточно несколько пулеметов, ты не поднимешься никак. Все эти попытки, там, самоубийство, там, выбраться, там, через песчаную яму, нет. Ну, это было последнее, значит, последнее убежище. Просто сидели люди, может быть, ждали надежды на деблокаду. да, это была, если их была надежда, это была надежда на деблокаду. Ну, как мы знаем, в общем, деблокирующих действиях практически не предпринималось, ну, да нет, 400 человек, кто будет деблокировать в тех условиях. Нет, вообще, в принципе, крепость, я имею в виду, стран советского командования. Ну, если не считать вообще миссию, так называемую, миссию Лапшина, значит, вообще, проявлять хоть какой-то заботы вообще о частях крепости. 22 июня. Да, да, я, конечно, То есть, там попытались прорваться извне на танках, да, насколько я понимаю? Там послали группу автоматчиков, вот, и это раз, а вторая версия, я не знаю, было это связано или нет, я считаю, что было отправлено некое количество бронеавтомобилей в сторону крепости. Ну, по крайней мере, вот, об этом упоминание есть. Ну, то есть, две попытки как-то большой земли, значит, поинтересоваться судьбой этого гарнизона. Ну, вот, что касается, что касается Гаврилова. То есть, ну, несомненно, значит, к его заслугам относится эта атака 24 июня. Опять же, опять же, там вообще, вот, нужно понимать, что вот крепость, конечно, я бы камень бы там и трон, потому что там вот эти, до сих пор, ровики, там, где лежали вот эти пулеметчики, которые, значит, это все четко фиксируется, совершенно предельно четко фиксируется. Я боюсь, что сейчас они будут уничтожены. Там дыра сохранилась, через которую пулеметчики лазили на крышу. Вот, и прямо, ну, вообще, этот вот артефакт номер один. И не дай бог, он сейчас ее замурует. Там вот прям вот так все сохранилось. Значит, ровик, дыра, там, все это там. И, кроме того, значит, еще есть такой момент. Но представьте себе, мы, как бы, каноническая версия, мы считаем, значит, мы считаем скрипника, да, мы считаем комиссаром форта. Каноническая версия, это скрипник комиссар форта. Значит, в ночь, на 27 июня, скрипник уходит, но произносит при этом такую фразу, да, душой обороны являются майор и комиссар. Майор и комиссар. Но если скрипник комиссар, какого комиссара он имеет в виду? Он хочет от себя отвести подозрения, возможно. Если предположить, что скрипник не был комиссаром, или после его, значит, или был другой комиссар, возможно, назначенный до ухода скрипника, значит, или еще что-то. Вот, трудно, но давайте предположим, что был другой комиссар восточного форта. То есть, скрипник был черный, черный, значит, с черными, брюнет. Значит, после пленения восточного форта немцы построили личный состав, вышедший из форта искали другого комиссара, блондина. Блондина. И, наконец, мы, значит, знаем, что Гаврилов пишет о том, что из города прорвался некий политрук. Блондин. Фамилия на Ов. И вот имена, возможно, этот человек был комиссаром. То есть, некто Иванов. Вот. То есть, и еще важный момент, этот комиссар не был найден. Значит, немцы тщательнейшим образом искали, значит, обыскали форт. Труп комиссара найден не был. Бойцы ничего не знали ни о Гаврилове, ни о комиссаре. Вообще, нужно уточнить, что Гаврилов в плену, так как как-то ему удалось побыть незамеченным. Многие считали, что он, многие, действительно, очень многие, что он застрелился при пленении. Вот. Труп комиссара найден не был. И я подозреваю, что либо Иванов где-то затерялся на фронтах войны, либо это он и был тем человеком, который вот спрятался там в одной из ям. Значит, ну вот этих, помните, я рассказывал, песчаные ходы, которые верили там на крышу. Он залез в один из песчаных ходов и, собственно говоря, там и остался. Либо он там погиб, либо он был, и он до сих пор там находится. Значит, либо он, значит, выжил, и, возможно, потом он и рассказал, значит, вот эту проверсию про эти песчаные ходы и пошло. То есть, вот это тоже один из потенциальных, то есть, людей, которых необходимо вот высветить, потому что... Гаврилова вы же не в этот же день взяли, да? Ну, Гаврилова как? Есть и каноническая версия, есть и не каноническая. То есть, значит, что его взяли 23 июля, подтверждающих документов с немецкой стороны нету. И вообще, я думаю, что... Здесь он как-то вырвался из форта, Я думаю, что он вырвался до пленения. До окончания, да? До 29-го числа? До 29-го, да. Я думаю, что вот произошло в ночь на 28-е. И потом он в плену был под чужой фамилией, да? Это все предельно запутанно, четко, ну, то есть, вот так, чтобы ответить на все вопросы на сегодняшний день невозможно, но я думаю, что он был в плену под чужой фамилией поменялся в биографии с одним из своих, значит, командир своего полка. Понятно. Это достаточно распространенное явление, то есть, несколько человек, да, и защитников Брестской крепости, они именно, ну, их карточки локализованы. Дело в том, что они называли свои псевдофамилии в своих послевоенных воспоминаниях. И мы их нашли именно по этим, значит. А вот это было, по сути, последнее организованное более-менее какое-то сопротивление? Нет, я сейчас хотел бы тогда еще, значит, сказать по поводу, что такое организованное сопротивление. Ну, вот ты сказал, что действия хотя бы группы людей. Ну, какой-то, да. Да, первое, это сопротивление, значит, вот каких-то бойцов, которые еще попадали в руки 45-й пехотной дивизии, потом 2-го июля группа пошла на прорыв. Значит, была принята фамилией, значит, пока мы не знаем. Потом это, наконец, это более известная группа, конец июля, начало августа, фон Унру, комендант, назначенный комендантом Брест-Литовская прибыл, значит, в город, и что он увидит, что по всей крепости идет стрельба, кто-то там еще отстреливается, надо, конечно, зачистить. Они зачислили, они, соответственно, крепость зачистили, значит, они приняли некого командира и его солдат. Это была вторая группа, значит, ну и, наконец, та группа, которая была пленена, я думаю, последней. Значит, это форт, окруженный рвом к югу от Бреста. То есть, насколько я понимаю, такой форт только один, это пятый форт. В августе еще, значит, такое, он русскупо замечает, что в форту еще держатся советские солдаты, отказывающиеся сдаваться. Вот, это вот, это последнее, пожалуй, упоминание, значит, о, кто эти люди были. Изюминка еще в том, что форт, он, значит, он был оставлен Красной Армией, то есть, достаточно быстро, вот еще 22 июня. Судя по всему, одна из отступающих групп, вырвавшаяся, блокирована в форту, и они держались до, как это происходило, ну, они держались, ну, я так понимаю, что, положим, до середины августа. То есть, к моменту, да, визита Гитлера, понятно, что их уже зачистили, но до середины августа они держались. Я внимательно образом смотрел на пятый форт, из того, что я могу судить. то есть, там в одном месте вроде бы есть стрельбы именно по образу. Ожесточенного боя нету, ну, там, кто-то там, наверное, был все-таки, кто-то оборонялся. По всем раскладам все равно какие-то, прям, действительно, большое количество людей, ну, так как все-таки в восточном форту было количество большое людей, да, там, по-моему, до 400 человек примерно было, да, вот это все-таки, вот все-таки рубеж июня-июля, да, то есть, 29-е, 30-го они сдались, да, на сколько времени? Да, да, да. Цитадель еще раньше, соответственно, прекратила существование? Цитадель, да, можно сказать, что, ну, если быть юридически точным, то есть, все-таки это 27-го июня, то есть, потому что группа такая вот сдалась, она, действительно, только 27-го июня, ну, условно говоря, группа Попова. Последняя попытка массового прорыва из Цитадели? Из Цитадели? Ну, тут тоже можно, как говорится, спорить, значит, это очень сложно, но вот я все-таки считаю, что массового прорыва, это, конечно, в ночь на 24-го июня, в принципе, это был, я это называю прорыв, большой прорыв. С 23-го на 24-го? Да, да. В принципе, вот и почему еще Цитадель пала в 24-го фактически? Почему мы заняли бой? Потому что большая часть мотивированных бойцов ее к этому времени покинуло. Кто хотел сражаться, они либо, значит, пришли в дом офицеров, либо они ушли на прорыв. А вот все-таки Зубачев, вспоминаем, они хотели уйти тоже вместе с этой группой? Как получат? Вот то, что ты говорил, приказы написали, видимо, с этой целью, да? Это очень тоже сложный вопрос, потому что, во-первых, по поводу капитана Зубачева, то есть там, это вообще, его деятельность, это, в принципе, одно большое белое пятно. Я не знаю, почему-то судьба, она послевоенная, она была неблагосклонна к этому человеку, потому что, ну, тут автор приказа номер один, ну, черновика вот этого, да, значит, ну, чем он конкретно занимался, так, чтобы скрупулезно собрать все воспоминания, там, в отношении Фомина это было сделано, в отношении Зубачева, ну, он действительно, просто какие-то отрывочные сведения. Это очень странно, потому что, действительно, он капитан был, ну, он был энергичным, и вообще, то есть он там большую роль играл. Хотели ли они уйти, значит, или, ну, сложно сказать. Сдаваться, судя по всему-то, они не собирались, я так понимаю. Ну, сдаваться 23-24 июня они не собирались, дом-офицер 26-го июля, вот, а июня, значит, то есть почему, почему они, ну, элементарно, они просто могли уйти, значит, вот, ну, на Северный остров, там сконцентрироваться в кемпинге и так далее. Я думаю, что тут, что тут сыграло большую роль? Большую роль сыграло просто вот, они ждали деблокады, то есть, они ждали деблокады, и самое главное, что еще, говорю, уход в той ситуации, это был всего лишь второй день войны. Ну, второй, второй, второй день войны, то есть, вот 22-го воюем, 23-го воюем, значит, все, вот 24-го, все, уже возможности уйти уже не было. У них было две ночи, две ночи. Те, кто не ушел тогда, все, я думаю, что две ночи, ну, они как-то подумали, что они, ну, наверное, там попытаются, значит, попытаются продержаться. Ну, это нужно понимать, что, ты уже в подвале, там спустишься, там раненые, значит, кричат. Вообще, где боевое знамя, то есть, тут вообще, имущество все, это же гигантский, то есть, как, что, и еще такой момент, кстати говоря, вот только сейчас понял, значит, а теперь, пожалуй, на это надо обратить внимание, а ведь никто из старших офицеров, получается, ну, на прорыв так вот не ушел. Ну, я вот ни одного, кстати, не знаю, в 125-м, если уходили, то мы пока не можем даже к личности установить, а ведь никто не ушел. А почему? Потому что одно дело подойти со своим подразделением, боевым знаменем, сказать там, добрый день, значит, здравия желаю, да, здравия желаю, значит, из окружения прибыл, а другое дело в крестьянской одежде, без портбилета, удостоверения личности, выйти где-нибудь под какими-нибудь под Витебском, сказать, добрый день, а я командир полка, а где-то веселатый командир? Ну, вот, как-то так получилось, ну, вот, постой пока вы в стеночке, подожди. Вот, то есть, они, да, и у Зубачев, ну, что, то есть, он знает, что там, вот там, через строну трехарочных его бойцы, значит, из них многие не знают русского языка, куда их везти, с кем, что делать, это, это предельно сложно. Я думаю, что вот это, если когда-то будет создано хорошее произведение, значит, конечно, вот моя вообще цель, это именно стать фактологическую основу для таких вот вещей, это именно должно быть проблема выбора, это бесконечное обсуждение, на нервы все, но, это вот это вот, ну, можно сказать, какое-то напряжение царило, потому что каждое решение, оно, это чьи-то жизни, жизни твоих, значит, и твоей в том числе. Тем более, там и дети, и женщины находились. Да, там и дети, и женщины, все это, значит, все это перемешано, и ты элементарно, на тебе ответственность. Поэтому вот это, я думаю, что да, они же ждали гиблокады, они, судя по всему, и не препятствовали уходу бойцов. Да там, видимо, и руководство как таковое, вот именно в классическом понимании, оно отсутствовало. как координатор, вот, значит, подходим к Фомину, там, значит, мы в 15.45, грубо говоря, мы начнем прорыв, пожалуйста, не стрелять в этой полосе, или там, наоборот, прикройте огнем туда-то, по тем-то, на тем-то рубежам. Вот, и вот, вот так вот они все вели. Я вспомнил, да, были прорывы, значит, и после, в ночь 24-го, но это уже такие прорывы, что уже там, значит, просто вырваться и бежать, бежать посреди, на открытом пространстве, значит, то смысла уже большого не было. Почему они там, вплоть до последнего дня, кто-то пытался выбраться плать, то есть нужно понимать, кто-то там где-то что-то там, они там что-то, только они это сами и не делали, но это уже последний организованный большой прорыв, я думаю, там, в ночь на 24-ю. Слушай, ну вот в завершение, когда, получается, 45-ю дивизию немцам удалось снять оттуда? Ну, это 4-го июля, 4-го июля они начали уходить, но вывод вас из крепости, он, в общем-то, был произведен таких 27-го июня, там оставлено, по-моему, по взводу на островах, и рота, значит, где-то вот на цитадели. Ну, все равно, получается, практически на две недели, вот эти люди в крепости задержали целое соединение немецкое, целое. Потери, которые оно понесло, очень серьезные, там сколько, 500 человек убитыми они потеряли только, по-моему? 462, если мне помню, могу ошибаться. Мранными под тысячу, наверное, да? То есть, если брать вот те условия, которые были, ну, наверное, это вот люди сделали очень многое, так как часть людей, как мы понимаем, понятно, что отлакированные, так сказать, официальные истории, это все отличается, и эти там 3000 сдавшихся в плен, это только то, что вот получается, да, 23-го, 24-го, но как минимум сотни, а скорее всего даже тысячи людей, там брали в руки винтовку, там, я не знаю, автомат, и вставали, и шли на пулеметы, да, чтобы прорваться, и вели бой, не сдавались, то есть, это вот, как мы уже говорили, жизненный выбор каждого, наверное, был, причем самый большой, наверное, в жизни, вот сейчас вот остаться живым, или там действительно встать и попробовать сражаться, да, наверное, вот это то, о чем, это и есть героизм, по большому счету, ну, как вот я думаю, не знаю, ты больше этим вопросом занимаешься, может, твое какое-то есть мнение? Принципиально, да, я не оперировал терминами героизма, то есть, мужественный, все остальное, то есть, по книжке это одно чемпанное, я хочу, чтобы читатель, в общем-то, он сам делал выбор, то есть, что это такое, сам подбирал значение тех или иных поступков, то есть, вот человек, дом горит, да, человек там, значит, до последнего отстреливается из пистолета из окна, вот что это такое, то есть, вот это самое, пусть, соответственно, значит, сами решают, просто моя задача найти факты, значит, найти фамилии, дать объяснение, дать взаимосвязь. Ну, что, спасибо тебе огромное, приходи к нам еще, действительно, ребята, покупайте книги о расисте, Слава Алиеву, читайте его статьи в ЖЖ, такие исследования, вот, нам нужны, действительно. Спасибо, приходи к нам еще. Спасибо. Давай, до новых встреч, всего самого наилучшего.